Добрый день! Поступил вопрос сравнить такие препараты, как хлорпотексен, фензепам и донормил, на предмет их использования в бытовых целях. Ну, надо так понимать, если расшифровывать вопрос, как я его, по крайней мере, понял, что человек, его задавший, планирует использовать или использует эти препараты как снотворные. Ну, я делаю такой вывод, исходя из того, что донормил никак по-другому использовать, ну, в разумных, по крайней мере, целях невозможно. Соответственно, если их сравнивать, ну, донормил является классическим гипнотиком, то есть он используется только для лечения бессонницы и действует только на бессонницу. Если бессонница сопровождается тревогой, депрессией, навязчивостями и так далее, то донормил, как правило, бывает малоэффективным. То же самое касается органической бессонницы, то есть бессонница при органическом поражении головного мозга, эффект донормила достаточно низкий. Некоторое время он придавался без рецепта, сейчас все стало рецептурным. Поэтому донормил из этой троицы самый легкий препарат, но и наименее эффективный. Привыкание он вызывает относительно слабое, то есть три недели, например, подряд принимать его можно совершенно спокойно. Хотя, в принципе, лечение бессонницы не может основываться на очень длительных курсах приема препаратов. Это так вообще. Если он принимается два-три раза в неделю, то вообще без проблем это может продолжаться достаточно долго и несколько месяцев в том числе. Второй препарат – феназепам. Ну, феназепам является одним из самых распространенных психотропных препаратов в нашей стране. Относится к классу бензодиазепиновых транквилизаторов, соответственно, обладает четырьмя их основными действиями – противотревожным, успокаивающим, расслабляющим, релаксирующим, расслабляющим мышцам и снотворным. Спектр действий у него шире, чем у донормила, соответственно, он может использоваться не только как снотворное, но и как противотревожное средство, и как успокаивающее седативное средство. Соответственно, и случаев, когда он помогает при бессоннице, чуть-чуть побольше. Тревожная бессонница, связанная с тревогой, с стрессом, переживаниями, вполне может быть купирована феназепамом. Как и все бензодиазепиновые транквилизаторы, феназепам через некоторое время может вызывать привыкание и зависимость, хотя делает это гораздо медленнее и гораздо менее жестко, чем, допустим, тот же самый клоназепам. Тем не менее, феназепам я бы не рекомендовал принимать полтряд больше, чем две недели. Ну, в отдельных случаях этот срок может быть увеличен даже до месяца, но вот так вот, если заочно, то больше, чем две недели подряд феназепам в качестве снотворного принимать нельзя. Если он принимается эпизодически, то не чаще, чем 2-3 раза в неделю. В принципе, если это будут терапевтические дозы, не выходящие там за, если мы говорим, как снотворное на ночь, то не выходящие за 1,5-2 мг, то, в общем-то, проблем быть не должно. Хотя, естественно, любой из этих препаратов должен назначать врач, и он определяет дозировку и эпизодичность приема. Наконец, третий препарат – хлорпотексен. Ну, хлорпотексен является нейролептиком тексантенового ряда, ну и, соответственно, выполняет функции тексантенового нейролептика. То есть, он обладает успокаивающим действием, в больших, очень больших дозах и антипсихотическим. Но, если мы говорим о бытовом использовании как снотворного препарата, ну, в принципе, да. Только тут надо четко понимать, что снотворное действие и успокаивающие у него жестко связаны. Поэтому, если снотворное действие будет достаточно выраженным, сильным, то, скорее всего, седативные эффекты будете ощущать и первую половину следующего дня. В принципе, спектр разброса дозировок достаточно большой, то есть, по таблеткам он продавался, если мы берем импортные аналоги, от 5 до 50 мг. И, соответственно, в принципе, подобрать дозировку, которая человеку давала бы необходимую седацию, позволяла бы уснуть и в то же время не грузила с утра, в принципе, можно. Какие минусы? Поскольку, хотя тексантеновые нейролептики, в принципе, гораздо лучше переносятся, чем бутерофеноновые, допустим, элефентиазиновые препараты, но, тем не менее, все равно, как любой нейролептик, он потенциально может повышать пролактин, соответственно, могут быть проблемы и с давлением, и с массой тела. И хлорпотексен имеет такую вот особенность, в отличие, кстати говоря, от других нейролептиков, большинство из которых давление снижает, хлорпотексен давление может повышать, и более того, он может достаточно интенсивно влиять на частоту сердечных сокращений. То есть, прием хлорпотексена нередко вызывает тахикардию, поэтому, если человек изначально склонен и к гипертензии, и к тахикардеи, то хлорпотексен надо принимать с очень большой осторожностью, а лучше, наверное, вообще его не принимать, и с других препаратов. Если же, наоборот, человек склонен к брадикардии, к пониженному давлению, то хлорпотексен может, наоборот, идти очень даже неплохо. Но, еще раз повторюсь, в любом случае, все эти препараты, да, в плане привыкания и зависимости хлорпотексена ее не вызывает, поэтому приниматься можно достаточно долго, там, буквально месяцами и годами, но, опять же, по назначению врача. Еще раз, любой из этих препаратов должен быть назначен врачом и приниматься под его контроль. Вот такая вот информация, дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего, до свидания.